Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о восточном эликсире молодости, который широко распространен в Турции, Болгарии. Одна чайная ложка лимонного сока, меда и подсолнечного масла. Принимается эта смесь утром натощак. Я же вам сейчас покажу об украинском эликсире вечной молодости. У нас здесь кипит вода. Обязательно должна быть кипяченая вода. И готовим специально. Берем столовую ложку. Именно столовую. Вообще рецепт такой. 4 столовых ложки на литр воды. Я кидаю 5. Почему 5? Потому что у меня больше воды и то, что заварится, я потом перелью в литровую банку. Накрыли. Должно 10-15 минут прокипеть. А потом возьмем литровую банку такую вот. Обязательно со стеклянной крышкой. Или чашкой там фарфоровой, чтобы накроете. Только он не пластмассовый. И оно все это будет настаиваться. Все, что останется там свыше литра, я буду пить сейчас. Потому что можно выпить и пол-литра, и ничего с вами не будет. А то, что настоится, через за ночь будет такой напиток бесподобный. И еще один ингредиент. Видите, у нас сейчас закипит. Я добавляю вот такие веточки китайского лимонника. вот они. Все равно лимонник вы должны обрезать. Обрезать постоянно надо. Верхушки здесь уже с почками. Видите, вот почки такие, они набухшие. Поэтому прямо в горсть бросаем и ждем 10, максимум 15 минут. Сейчас она закипит. закипит. 10 минут прокипело. Все. Напиток богу будет готовый. Когда он настоится, обязательно надо разбавлять. Брать где-то хотя бы грамм 50, максимум 100. Добавлять потом можно кипяченую воду. Пить с любой водой, с минералкой, с чем хотите. Но разбавлять, потому что это будет концентрированное. Арабину сушится вот так. Она сушится, просыхает. Почему вверху так сделано? Чтобы можно было не очень быстро сушить. Нельзя чтобы она постепенно просыхать. И тогда хранить можно в холщовой или бумажной таре. И хранить ее на холоде. Чтобы не завелись всякие моль, жучки, червячки. Именно на холоде. Сухая она будет хранить. Если не можете хранить на холоде, значит тогда в банку две банки литровые, полулитровые засыпали и поставили в холодильник под морозилку. Надо достали, насыпали себе. Еще раз повторю рецепт. Обязательно смотрите столовая ложка 4 столовых ложки на литр воды. То есть одна столовая ложка на стакан. 250 граммовый. Значит этот напиток пригодится как и водителю, который едет ночью за рулем, как и школьнику или студенту, который готовится за три дня сдать экзамен и сессию пройти хорошо, так же как и воину сидящему в мерзлом окопе. любому человеку это будет полезно, потому что лимонник придает силы не только физические, но и умственные. Сама жарябина служит поливитамином, содержит все витамины и протеины, которые полезны для человека. Спасибо. Продолжение следует...